И пауза, которая, ну, совсем недавно еще в Германии длилась. Дортмундская, которая занимает пока пятое место в турнирной таблице. Победили тогда хозяева. Это мы посмотрим. Вот любопытно, что ли, встает Дортмунд от лидера, от Лейпцига. Ну, вообще, довольно плотно паутся. То есть, выйти снова на четвертую позицию в турнирной таблице. Представлю, Мануэль Греф и сегодня главный. 31-й номер Филипп Макс в центре. 18-й Тим Е2. Встреча пропустил за травм в конце первого круга. И вот первая атака, кстати, Аугсбурга. Передача и первый удар по воротам ранних и дира наносит. Но развернул сильно стопу, щечкой пробил. Дортмундскую Боруссию юный талантливый норвежец не примет. А вот Боруссия пытается провести свою первую атаку и, между прочим, проводит. Не оценивает встреч Марвин Хиттс, его сменщик. Боруссия играл. Покрыто. То есть, в течение ближайших полутора недель мы можем еще... Категирейру хорошая диагональная передача. Еще одна в... Бьет и не попадает. Какие же моменты упускает Боруссия? Вообще, знаете, за долгие годы, и в Европе, кстати, в том числе, Боруссия... Это вот... ...возволительно. Даже Дорпунской Боруссии. Так, ну вот здесь точно офсайту Нидерляхнара. Да, можно не играть. Дальше здесь поднимает флажок. В другом матче вела в счете. Причем с Лейпцигом вели они даже 2-0. Не поля. Подача с фланга. На Нидерляхнара до него мяч не доходит. Подачи пока нет. Разыгрывают. Обратная передача на Мальте. С клубом Хайбернин. Больше и выигрывают. Возможность для удара. Бьет Рафаэль Геррейру и не попадает. Еще точно лет. Здесь нет нарушения. Мяч чисто отбирает в гостях. 1-3. А вот до этого в пяти матчах Бундеслиде Аугсбург одержал 4 победы. И один раз сыграл в ничью. То есть 13 очков из 15 набрал. Угловой. Но инициативу не хочет просто так отдавать центр поля. И сейчас вот мы уже видим отрезок, где больше пел вовремя, подсуетился Гоувилев. А вот выход Нидерлехтера. Пока положения вне игры нет. Передача на пустые ворота. Аугсбург забивает. 21-я минута, но похоже все-таки. Вороны Баруси. И вот даже на повторах мы видели, как четко они играют. Аугсбург тоже регулярно уже выходит. Это Витцель делает. Не сказал бы я, что у Баруси такое серьезное преимущество. Хотя цифры, конечно, сколько там, 70 процентов. И опять, и опять вот такой заброс вперед в линию от этой стороне. И передача на Джейдана Санчо. Это может быть опасно. Санчо уже в штрафной. И снова мимо. Какой хороший момент в стороне имя Юлиана Бранта. Сейчас Баруси создала. Но Санчо тоже постарался на самом деле. Потому что он получил мяч. Посмотрите, как он изменил. Рад. Потому что... Так, но это уже не смешно на самом деле. Это уже не смешно. Ну и вот смотри. Аугсбург, да? 4-2-3-1. Нам так. Эту схему там лежит кто-то. Пусть еще что-то. Судья игру пока не останавливает. Такой короткий розыгрыш. Ну, смотрите. Варгас пытается уйти. Прострел 1-0. Аугсбург. 34-я минута первого тайма. Нидер Лехнер открывает счет в этом матче. Девятый его гол в чемпионате. Он лучший бомбардир своей команды. И Аугсбург выходит вперед. Идентичная ситуация у команд. По 5 ударов всего. Сейчас всеверное потепление. Вроде. Пасик. Главная сенсация этого сезона. И, возможно, главный трансфер. Так. А вот дурной пример. Вот это, возможно, и не очень приятно. И Боруссия. Отходит глубоко. Достаточно при начале атак Боруссия. Азар в центр отдает. Здесь никто не держит Санчо. Никто. Закончил поражение. Но поражение... Бранд. Передача на Ройса. Ройс далеко отпустил. Ройс далеко отпустил мяч. Но тут еще и... Защитник блокировал его. Гувель. Янцем мяч подхватил. Так. Ну, это шел, конечно, против Варгаса. Нарушает правила Бранд. Ну что, неужели поворотом будет бить Рихтер? А что? Рейсель. Бранд. Подача. Как еще Хакиме по таймам. И, в конце концов, нашел. Там азар. Пока у нас еще трижды хозяева нарушали правила. Два раза гости. Ну и начинается второй тайм. И сразу же Аугсбург забивает. Второй гол на двадцатой секунде. Два ноль. На двадцатой секунде. Еще там не все зрители, я думаю, подошли после перерыва. Если кто выходил, пиво попить или что-нибудь такое. И пропустил самое важное. Ларсон. Так. Здесь возле чужой штрафной. Передача в центр. Разворачивается. Бранд бьет. И два-один становится счет. Великолепный удар Брандта в ближний угол. От штанги залетает мяч. Ну вот так. Они прям всей командой туда пришли в чужую штрафную. И там начали, естественно, терять игроков. Футболисты Аугсбурга. Потому что... Нашествие было. И, собственно, теперь... Снова Варгас. Да, мы в первом... Опять потеря. Так. Ну еще раз. Здесь слева это Филипп Макс. И вот он получает мяч от Варгаса. Прострел 3-1. 3-1 Аугсбург впереди. Нидерлехнер делает дубль. Это его десятый гол. В чемпионате. Болельщики до... Больше гола за игру. Евро 2020. Он уже сыграл за сборную взрослых. И опять он открывается в штрафной. Бьет в дальний угол. Ну смотрите, что происходит. Полторы минуты Эрлинг Холланд провел на поле в чемпионате Германии. И открыл счет своим голам. Немедленно просто. Причем он трижды открывался для получения мяча. Но в двух ситуациях там был... Так. Ну еще вот один заброс. И что здесь? И Санчо 3-3. Вот уже Боруссия уходит на ничью. Ну сколько эти голы разделили? Минута, полторы. Джейден Санчо сам теперь забил. Коубек дернулся было. Пойти вперед навстречу Санчо. И мне кажется, что зря остановился. Потому что если бы шел до конца, то были бы у него какие-то шансы. Естественно, вратарю уже в этой ситуации выходить Делим. Ранехи Дира в опорной зоне. И больше уповали на короткие и средние передачи. Последние голы в этом матче. Хотя уже целых шесть забили. Возник у ворот Боруссии. Коубек отбил. И практически перед собой. Но Макс выбивает мяч за пределы штрафной. Там момент был. Падение всего было на две команды. То есть вот за два Дортмунда. А здесь есть ли офсайд? Да, скорее всего, есть у Янсена. Но кроме того, он мяч все равно упустил. Ну, у Дортмунда сейчас такое небольшое затишко наступит. Это Джейден Санчо. Передача. Удар. Ройс не может попасть по воротам. Вообще там офсайд все равно был усадь. Ведь выходит Азар к воротам. Коубек падает. Азар. И Холланд забивает свой второй гол. Опять же, если нет офсайда. А он есть, да? Он есть. С ума сойти. Давайте посмотрим. А где же здесь офсайд? С Лейпцигом. В ничью сыграл. Преимущество в один мяч. Проявить как Холланду. С 13 ноября 2002 года стало быть. Варгас. Так, ну это Фолл. Бранта. И первая желтая карточка в сегодняшнем матче. Ну, Рихтер. А он по воротам решает один на один. Сколько у нас их сегодня было? Это Холланд. Он бьет хет-3. Эрлинга Холланда. За первые 22 минуты в Бундеслиде. А после первого гола уже сказал, что это самый потрясающий дебют. Возможно. А теперь я боюсь, что это на сегодня Мануэль Греф. И так, ну вот игра-то пошла какая веселая. Йенсен бьет. Рикошет. Здесь догоняет мяч Варгас. Нет, не стоит.